начале каждого года нового года принято как бы вспоминать год прошедший и подводить какие-то итоги вот каким был 2015 лично для тебя и для группы удал я должен сказать что год был во первых очень насыщенным продуктивным в творческом плане очень продуктивным потому что в том году соответственно мы выпустили очередной номерной альбом под названием decadent отыграли тур его презентацию соответственно плюс у нас был совершенно замечательный проект о котором я думаю тоже мы сегодня поговорим это проект с военным духовым оркестром то есть я на моей памяти это скажем один из первых проектов такого рода потому что обычно рок-группа играет симфоническим оркестром а здесь мы немножко сменили концепцию но это событие произошло на фестивале вакин так дело в том что мы презентовали этот проект еще в 2014 году но это было в германии и это было единичное выступление единичный концерт который анонсировался как эксклюзивный это был город тут линген если не ошибаюсь это юг германии там же туда же мы пригласили съемочную группу и вот так скажем с первого раза все сделали записали отыграли публика восприняла это все на ура и соответственно мы решили этот проект не забрасывать дальний угол а развивать и каждый год ну если так получится то мы будем что-то делать какие-то единичные выступления чтобы показывать этот проект людям во всем мире а сколько примерно хотя бы сыграли концертов ну вот дело ну что после выхода альбома это традиционно уже любая группа так действующие рабочие отправляется на кастроли у нас альбом вышел и вот как раз можно сказать со свежим диском мы отправились в тур и посетили если я не ошибаюсь порядка 25 стран за год и отыграли около 100 концертов по всему миру вот интересно были страны где группа у да ну последнее время не выступала ли вообще не выступала до были такие страны но из последнего что мне приходит в голову это естественно некоторые страны которые мы посетили в южной америке например боливия в этом что у да был так скажем в окрестностях неоднократно но именно там где мы играли это был первый раз для меня это было ну для всей группы это было что-то особенное потому что так скажем 3600 3600 метров над уровнем моря и когда вот мы сошли с трапа самолета мы ощутили так сказать легкое недомогание если можно то есть там принципе даже люди которые там живут они уже находятся в каком-то анабиозе потому что для человека это неестественная такая среда обитания как бы был приглашен специальный доктор который нас поконсультировал как себя нужно вести если что какие есть лекарства чтобы это все облегчить себе жизнь а ведь нам нужно было играть еще два часа на сцене и у нас такое так скажем разновозрастный коллектив и у каждого свои особенности восприятия такой высоты ну вот можно сказать что это такой был практически на этот навред поднялись а вот лично у тебя и группы у да какие впечатления оставил оставила украинская часть мирового турне совершенно замечательные впечатления во-первых я хочу заметить что по концерту были аншлагами или практически аншлагами что является отличным показателем ведь мы здесь достаточно часто я бы сказал и это очень хорошие показатели значит людям это интересно новые песни были плене принято на ура потому что мы на что я входила я думаю что порядка восьми иного композиция это обычно группа как всем известно играет там две-три новые песни остальное все проверенную классику мы здесь решили пойти ва-банк мы взяли практически вот пол альбома был исполнен на этих концертах но не в ущерб естественно классическим композициям вот которые люди знают уже долгие годы это будет очень особенная вещь особенный провод для всех поклонников группы иуда except потому что это вы люди ждали долгие годы мне даже сложно сказать сколько ну наверное последний раз что-то такое было лет двадцать тому назад когда группа у да включала композиции except в свой концертный сет-лист и они как бы даже иногда преобладали сейчас мы в нашем концертном сет-листе есть две-три песни из классики который мы просто обязаны играть которые люди хотят услышать все остальное у группа у да за долгий год что они пили свои хиты так назовем это все поэтому отпала необходимость тому же группы except сейчас тоже существует и любой может поехать на фестиваль послушать там естественно как бы не поет же у да ну как у да он не поет я бы так сказал да поэтому естественно все кто воспитался на так воспитывался на этой музыке они все хотят услышать голос у да вот у нас есть такой плюс как оригинальный вокал поэтому в каждый концерт поклонники просили что-то можете сыграть и эту песню можете это не звучало как что они не нравится да им не нравится что-то из нашего творчества ну просто вот они хотели услышать у да именно с теми песнями которые не слышали в детстве это вполне понятная нормальная история и вот дело в том что мы долго говорили у да долго сам думал совещался со всеми нами и в итоге решили просто что а почему бы и нет к тому же вот мы только что закончили мировое турне по с презентации нового альбома то есть так скажем цикл завершён который и этот урон во первых никак не встает в разрез планами группу да с творческими планами не как мы просто хотим и кстати для меня это очень такой вот повод значимый тоже потому что я сам воспитывался рост на этих позициях поэтому я вот только с удовольствием не даже принципе половину песен учить не надо они с детства знаю ты музыкант который будем говорить так в шоу-бизнесе в этой рок-тусовки мировой вот если взять прошедший 2015 год вот какие для тебя события в мировой рок-музыке были значимы и если говорить как а выходят альбомов любимых групп то я здесь буду крайне наверно скучен потому что я все чаще перехожу к выводу что я возвращаюсь к той музыки которую я слушал будучи еще подростком и она мне до сих пор нравится да конечно я обращаю внимание на новые релизы но для меня это скорее всего от группа хэллоуин записала отличный альбом да супер я его послушал месяц и он у меня да я помню что это замечательно хорошо но все равно возвращаясь своим любимым старым классическим альбом который вот меня соответственно с детства моей фанатеки находится то есть было очень много интересных релизов соответственно я очень много группу видел в живую который я и самое главное для меня иногда просто необычным потому что мы зачастую выступаем на фестивалях вместе просто пообщаться своими кумирами детства вот для меня тоже да вот такой вот ну я не большой любитель там автограф и фотографии просто для меня вот посмотреть на людей поздороваться выразить им свои так скажем респект да свой респект да что я просто сказать спасибо за песни спасибо за музыку как бы ну в принципе наверно для меня вот в этом этот год был достаточно есть я ну то пожалуй какие-то альбомы я могу выделить или релиза ну вот основном это все меня складывается эмоциональные такие вот составляющие а вот если взять такую номинацию потеря года кумиры к сожалению моложе не становится поэтому практически вот каждый месяц мы читаем что-то в новостях что уходит тот или иной человек значимый как бы для рок-культур для рок-музыки самое главное что мне кажется их песни этих людей остаются вечными и судиться что мы можем сделать это просто не забывать их слушать радоваться также и в принципе сам рок несет достаточно позитивный настрой и не нужно грустить все эти люди их они живы они живы в своем творчестве на своих записях пластинках можем их вспомнить просто включив их записи или там посмотрев видео лично для тебя как для музыканта который имеет сольные проекты какой будет 2016 год чем-то удивишь в связи вот с нашей занятостью в прошлом году я отложил некоторые свои сольные планы как бы плане своего своего сольного творчества у меня просто не оставалось на это времени физически я не успевал и какие-то вещи я уже вот заканчивал в декабре после того как мы отъездили гастрольный тур соответственно я планирую презентовать новый альбом своего проекта своей группы ever lost это будет 5 по счету альбома так и будет называться 5 соответственно этот диск готовился тоже несколько лет и это такая глобальная работа была проделана а а а и и и и и и и и Плюс у меня выходит новый сольный альбом в сотрудничестве с известным, любимым и уважаемым украинским рок-вокалистом Вячеславом Синчуком. Я думаю, многие его помнят по группе «Галактика». Я со Славой знаком уже очень долгие годы, и вот мы наконец-то... Это наш уже второй будет совместный проект. На первый сольный альбом «Адреналин» я приглашал его спеть там 2-3 песни. Теперь будет диск с его голосом целиком. С момента выхода нашей первой совместной работы с Андреем прошло около 4 лет. Это был проект под названием «Адреналин». И альбом также назывался... Сейчас мы записали новый альбом, 5-песерный альбом под названием «Гладиатор». Мы тщательно выбирали песни, композиции. Пока что это 5 песен, но будет намного больше. В этом году мы собираемся показать нашу работу живьем на концертах и фестивалях. Это будет хорошее шоу, фирменное шоу. И надеемся, что истинным поклонникам и любителям рок-музыки этот альбом понравится, и наше выступление тоже. Ваши слова, Сенчук. С уважением. В принципе, альбомы драматические, там темы любви, значит, и такой рок-н-ролльный тоже, потому что там есть и, так скажем, какие-то там приколы, шутки. Ну, я имею в виду всем известно, что рок-музыка и рок-тексты зачастую, и они как бы находятся, так скажем, на грани скрещивания двух миров. Мы не можем петь просто «Я тебя люблю», там, тра-ля-ля-ля-ля. У нас всегда это какой-то контекст, да-да-да. Что? Ну, заглавная композиция, мне показалось, она, во-первых, звучит здорово, интернационально, гладиатор, гладиатор. Я думаю, что на всех языках это примерно похоже, и люди сразу ассоциируют это с мужчинами, с сильными, смелыми. Ну, кем, собственно говоря, и являемся. Ну, я бы сказал, два гладиатора, да, Сенчук и Смирнов. А еще кто из музыкантов принимал участие? Принимал участие мой старый друг, барабанщик, с которым мы работали в группе «Мастер», значит, Олег Ховрин. Он тоже, кстати, был участником группы «Галактика» в свое время. Они со Славой дружат, и мы со Славой уже долгое время дружим, общаемся. Поэтому единственным для нас новым человеком в команде это был наш звукоинженер, продюсер, коим выступил Мартин, Матес мы его называем, немецкий звукоинженер, он же продюсер, который работал с УДА на двумя посредними релизами. То есть для нас такое повышение планки качества, то есть вы можете услышать разницу в звучании по сравнению с нашими прошлыми релизами. Ну, и он очень креативный, добрый человек, отзывчивый, и он так идеально вписался в команду, что, в принципе, на диске вы видите целую группу. Он записал некоторые партии баса, клавиши. Соответственно, вот нас четверо получается. Счастливо! Счастливо! Счастливо!